здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем прекрасную повязку пряжа у меня ализе ангора голод ну и буквально нужно пол матка 50 грамм а так что смотрите какие там у вас есть остатки может быть все используйте бусины у меня уже одеты спицы 3 миллиметра диамет бусины так вязать я буду в два сложения но бусины я одеваю на одну нитку то есть будет две рабочие нити 1 нить будет с бусинами 1 нить будет без бусины так чтобы одеть бусины смотрите мы берем обычную иглу с обычной нитью и делаю узел этот узел я передвигаю повыше чтобы он был не в конце и на эту петлю продеваю нить вот она видите захватываю и теперь я просто одеваю бусины таким вот образом продеваю через эту тонкую нить и потом через вязальную не таким вот образом одеваем все бусины и переходим к вязанию беру вторую нить и вязать буду в два сложения на спицы набирают 23 петли 21 22 23 здесь в конце я как всегда делаю узелок и вяжу таким вот образом но начинаю снимаю кромочную начиная 1 лицевая петля 2 изнаночные и далее уже резинка 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные и заканчивается двумя лицевыми петлями и последняя петля кромочная второй ряд вяжу по узору второй ряд третий ряд тоже по узору бусины приходится вот так вот перемещать все время четвертый ряд без изменений изнаночные начиная с пятого ряда мы будем добавлять бусины передвигаем ближе первую петлю снимаем 1 лицевая 1 изнаночная перемещаем бусинку к спице придерживаем пальцами вяжем 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная снова перемещаем бусину то есть между двумя изнаночными мы вставляем бусинку все то есть начинаем мы добавление бусин с 5 ряда в начале вязания далее мы вяжем 3 ряда по узору и в четвертом ряду снова добавляем бусины то есть впоследствии у нас в каждом четвертом ряду идет добавление бусин в начале это пятый ряд потом впоследствии в каждом четвертом ряду вот смотрите сделала я 15 раз вот этих добавлений всего 15 раз это у меня 21 сантиметр далее я продолжаю вязать без бусин видите вот такой вот отсек из 20 рядов то есть сейчас я вижу без добавления бусин 20 рядов такой вот кусочек который у нас составляет 7 сантиметров вот смотрите провязала без добавления бусин 20 рядов далее вяжут точно такую же часть с добавлением бусин еще 15 раз я делаю добавлением бусин еще 60 следов вижу добавляя бусин когда я связала такой же отрезок все петли закрываем моем случае целое полотно составляет где-то 51 сантиметр вы же меряйте на свою голову видите отмерите сейчас на свою голову я вижу на объем головы 55 сантиметров поэтому 4 сантиметра не даю на натяжение сейчас я все петли закрываю вашем случае если у вас обхват головы больше рассчитывайте обхват головы минус 4 сантиметра 4 5 сантиметров в общем меряйте на свою голову если при надобности провяжите еще несколько рапорта либо увеличить вот этот сектор который у нас в центре вот этот вот если вам нужно сделать больше если уменьшит значит меньше вяжем если увеличить значит длиннее вяжем в любом случае на этом этапе вы просто меряйте на свой обхват головы и проверяет на этом все две детали у нас готовы вот они полностью идентичные одинаковые две детали теперь теперь я беру иглу с большим ухом и продеваю не там где у нас начинали мы вязать с одной лицевой петли видите вот это где две лицевые петли у нас это будет край где одна лицевая здесь мы будем сшивать складываем пополам вот таким вот образом и сшиваем эту вот часть сшивать я буду за кромочные видите вот так вот захватываю кромочные петли и сшиваем то есть на лицевой стороне у нас получается вот две лицевые петли сшиваем дальше оставляя вот здесь вот такой вот сектор так вот смотрите здесь сшито и вот такую вот дырку и осталось два сантиметра не дошила я до конца вот такая вот заготовка так теперь берем вторую часть вторую часть мы продеваем через вот эту оставшую дырочку которую мы оставили отлично теперь смотрим где у нас часть с одним с одной петлей вот она и вот она и складываем пополам и сшиваем теперь вот эту вот часть начинаем отсюда и сшиваем впритык то вот сколько сможем вот так вот захватить вот смотрите видите сколько я прошила там сколько сколько здесь влезло такая вот заготовка теперь складываем пополам и просто сшиваем вот эту вот часть аккуратно ее мы можем вот так вот пришивание стену сшиваем уже нормальным шоу немного стягиваем чтобы был не растянут этот шов вот такая вот вот у нас сегодня повязка с бусинками вот а я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия всем пока пока